Здравствуйте, друзья! Молодцы, что пишете и поддерживаете наш канал, становитесь спонсорами, делаете донаты. Прекрасно, замечательно! Вы наша группа поддержки, наши самые преданные зрители. И давайте обсудим то, что вы прислали, прокомментировали. Вот Марика пишет. Стать личностью это самое главное. И такое ощущение, что в современном обществе все против личности. Хотят видеть в человеке орудие для использования. Я рада, что на седьмом десятке тоже пришла к этому выводу. Максим, все темы вопиющие. Я была в семье старшей, причем семья кавказская, с особенно искривленными понятиями. Открыла бизнес, всех удовлетворила, отдала им много времени и сил, материальных средств. А затем поняла, что надо от них полностью отключиться. Это было мое спасение. Вы молоды, очень, но очень умны. Я слушаю вас и радуюсь. Всех благ, Максим. Спасибо, Марика. Все так и есть. Вот, когда я начал осознавать свои интересы, это было для меня источником радости. И вот сейчас, уже теперь, на данном этапе своего развития, осознавая свои интересы, я просто вот наслаждаюсь жизнью. Когда я вступаю во взаимодействие с людьми, я всегда осознаю свои интересы. Вот, поэтому мне жить легко, мне общаться с людьми легко. И у меня нет никаких разочарований, например, да, что вот я там на что-то подписался, а остался неудовлетворен. Нет такого, потому что я уже заранее знаю, заранее знаю, надо мне это или нет. Вот, поэтому думать о себе, научиться думать о себе, поставить себя на первое место, свои интересы на первое место и пожить и наслаждаться жизнью. Действительно, ну, вы правы, что личность это большая редкость. Почему? Потому что к людям относятся, как к скоту. И, ну, потребительски понятно, то есть, задача-то какая? Чтобы люди работали на кого-то, на власть, да? На власть, вот и все, на экономику работали. И чтобы вот люди, которые приходят к власти, они обогащались, они были бы сверхбогатыми. Вот это мы и видим. И у власти всегда будут самые агрессивные, самые, ну, головорезы всегда будут, мафия всегда будет у власти. Потому что, ну, вот такой закон, кто хочет доминировать, тот и у власти. И, понимаете, вы не сможете повлиять никак на них, никакая мораль. Вот люди у власти, допустим, да вот министр, да? Вот министр общался с журналистами, так они это любили дело, так он министр это дело любил, чтобы журналисты задавали вопросы, интересовались мнением, потом это все распространялось, говорили о министре там и так далее. Как это здорово общаться с журналистами, да? И тут в отношении министра этого возбуждают уголовное дело. Ну, естественно, у журналистов интерес. Сразу к этому не стоп. А министр уже не хочет общаться с журналистами. Значит, общается почему? Потому что не говори всей правды, да? Когда речь зашла о том, что надо говорить уже и о себе и отвечать на неприятные вопросы, министр, все, никакого общения. Поэтому помните, что, поэтому журналисты, они это знают прекрасно. Они знают, что с ними не будут общаться, если они будут задавать неприятные вопросы. Вот. Соответственно, все, что... Прогорит издание-то, да? Поэтому журналисты задают только те вопросы, которые от них ждут. И которые приятны власти. Вот и все. На которые власть хочет ответить. И хочет, чтобы вот эта информация дошла. Поэтому никакой свободы слова в СМИ быть не может. Методы манипуляции очень изощренные, конечно же. И люди не осознают, как их обманывают. Вот. И как их, по сути, обкрадывают. Не осознают. Вот сейчас вот эти вот игры политические, да, опять это разговоры о войне. Ну и что? Кто выигрывает от этого? Выигрывают все только силовики. Потому что в Европе опять, ну что, угроза? Значит, надо расходы повышать на армию. Кто зарабатывает на этом? Те, кто осуществляют поставки оборудования военного. Они зарабатывают. Или вот пропаганда какая, да, ужасная пропаганда. Надо, значит, свою делать, контрпропаганду. Она и так есть здесь пропаганда. Так надо увеличивать еще расходы на эту пропаганду. Вот кто зарабатывает, кто бенефициар. Вот, пожалуйста, кто этим управляет процессом. Они будут зарабатывать еще больше. А люди, ну, кукиш, кукиш. Вот, такая жизнь. Так что людям заготовлен кукиш. Никакие, понимаете, вот мораль, да. Ну, каких, какой вообще морали вы ждете, ну, вот от обезьяны, да. Что как-то, вот вы в джунглях живете. Вот мы живем в джунглях, по сути, да. Ну, и что? В джунглях надо выжить. Любой ценой. А вы что, будете молиться на обезьяну? И взывать к ее совести, что ли? Ну, это же глупо. Ну, вот так глупо себя ведут люди, которые молятся на власть. Это у власти обезьяны без совести, да. Ну, там ее нет просто. И нет никаких моральных ограничений. Нет, мы об этом и говорим тоже в лекциях про стратегии. Посмотрите, посмотрите. Спонсорам доступны. Очень интересно, очень полезно знать правду о себе, о том, как устроено общество наше. Может ли быть другое общество? Можно ли что-то? Вот я говорил, что есть только одна система власти и подчинения. Может ли быть другая? Не может, скорее всего. Потому что вот я тут ролик посмотрел, интересный, биолога-эволюциониста женщины. И она рассказывала про рыбок. Вот смотрите, стая рыбок теряет вожака мужского пола. Что происходит? Происходит нечто удивительное. Самка утрачивает половые свои признаки самки и становится самцом. У нее вырастают яички. И она становится вот вождем стаи. Как интересно. То есть, социальные условия влияют на биологию. То же самое и человеческое общество. Все то же самое. Посмотрите, вот. На женщины, да? Это же во власти. Что? Вот. С яичками уже. Да? Ну, там, позвякивают. Но мы... Но они ментальны. Ментальны мужчины. Не биологически. А психологически. Поэтому, если вы думаете, что женщины что-то гуманнее будут себя вести. Да? Ничего подобного. Мы же видим, что ничего подобного не происходит. Что женщины у власти что-то, какую-то проблему решили? Нет. Не решили. Никакой проблемы. Все осталось как есть. Не себя ведут как мужчины. Какие у вас иллюзии-то на этот счет? Еще иллюзии. Очень полезно избавляться от иллюзий. Ну, тут... Вот Эллон Маск. Тоже как-то фрагмент его выступления. Я посмотрел. Говорит про ловушки. Ловушки. В которые... Про ловушку, в которую и он сам попадал и попадает, видимо. Когда, ну так скажем, выдает желаемое за действительное. То есть мы не хотим смотреть правде в глаза. Мы не хотим жить в реальности. Мы не хотим понять, что мы, что люди, это обезьяны. Что мы живем в мире, что мы живем в джунглях. Что мир жесток. Что нас обманывают. Что люди, люди... Как бы сказать... Ну, это ад. Это зло. Это просто нужно принять. Ощутить. Пройти это. И не испытывать иллюзий. И руководствоваться своими интересами. Если я люблю людей, это не значит, что я не знаю, кто это. Ведь любим и природу, да. Но природа нам, что она может нас уничтожить. Мы от нее и защищаемся одновременно, да. От, допустим, катастрофического выравнивания температур. Да. Мы строим дома. Вот это вот отопление. Потому что в дикой природе мы не выживем просто. Без вот этих укрытий. Без домов там и так далее, да. Без отопления. Без огня. Животные могут. Мы не можем. Но это не значит, что природа это зло только, да. Или природа нам... Мы научились использовать природу в своих целях. Вот. Вот об этом же пишет, например, Артур Шопенгауэр. Вот я тут книжку купил интересную. Покажу вам. Всем советую тоже. Я уже начал ее читать. И так интересно. The Laws of Human Nature. Законы человеческой природы. Здесь практика языковая и, конечно, психология. Это очень все безумно интересно. Вот. И вот начинается с цитаты Шопенгауэра. И вот он пишет, что если вы столкнулись, да, с каким-то особенным, с какой-то особенной формой бессмыслиц, абсурда или глупости, вам следует внимательно к этому отнестись, а не со вниманием отнестись, а не стрессовать и вот испытывать, не чувствовать, что это вам все надоело, да? Посмотрите, как интересно, что это вам надоедает. Но вот посмотреть на это, на все, чтобы получить какое-то дополнительное знание о человеческой природе, о человеческом характере. Вот. Очень мудрый Артур Шопенгауэр. И вот он пишет, что вот ваше отношение к тому, с чем вы сталкиваетесь, должно быть как отношение геолога к тому, что он, там, откапывает, да, вот камням. Он и изучает особые характеристики минералов. То же самое и с человеком. Вы видите грани его, да? Изучайте природу. Вот очень мудрый философ. И найдите пользу во всем. Во всем этом. Пользу найдите для себя, да? Изучайте. Это очень правильно, мудро. И мы, о чем мы говорим? Не бороться и не убегать. С глупостью бесполезно бороться. Вы просто одуреете сами. И сделаете только хуже себе. Вот я с этим свинством постоянно, ну, постоянно это свинство, да? Но я вот изучаю и изучаю, поражаюсь, конечно. Потому что я вот не верю в демократию, например, да? Я вот по всяким товариществам, по выборам, я по политике, я вижу, что к власти всегда приходят негодяи, которые думают о себе, которые оболванивают людей, которые манипулируют сознанием именно с помощью эмоций, криков, угроз, запугиваний, всякой драмы. Вот, кстати, книга с этого и начинается. Очень интересно, что, да, вот вы, видно, что человек знает природу людскую. Вот, становитесь частью, там, драмы, да? Втягиваетесь в эту драму. Вот, и кем управляют и манипулируют? Где это власти? Где это все? Несправедливость, вот. Там, где люди это позволяют делать. Там, где люди ограниченные. Там, где люди глупые, недалекие и слабые, да? Вот. Там, где есть вот эти паттерны разные, негативные ментальные программы, ложные убеждения. Вот, там очень легко власть. Власти там просто вот раздолье. Можно дурачить бесконечно. Вот я вижу, когда я уже поднялся на этот уровень, мудрости и знания жизни, я, и общества нашего, я смотрю просто... Ну, что? Это меня где-то... Ну, понимаете, вот если я возмущаюсь, допустим, да? То я понимаю, что причина во мне. И чем я возмущаюсь? Тем, что я в джунглях живу. Тем, что вот эта реальность такова. Значит, вот эти нормы морали, да? Были привиты. Чувство справедливости и невротическое. Вот нужно избавляться от всего этого. Это мешает жить. Очень мешает. Это ожидания. Ожидания нас делают несчастными. Но от кого я жду? Вы вот сами подумайте, от кого я жду? От обезьяны? Поймите, если человек хороший, но доброту не скроешь, ум не скроешь. Это все видно. Если человек по-доброму относится, думает, в общем, есть люди такие, великие души, которые заинтересованы в развитии других, которые не хотят причинять страдания и зла другим действиям. Но их очень мало. Ох, очень мало. Основная масса это вампиры. Вампиры. И вот я, вот как интересно, когда осознаешь свои интересы, ты понимаешь, в какие игры играют люди. это ты слушаешь, ты прекрасно понимаешь, что в действительности человек делает и хочет сказать. И ты видишь, да, вот эта внешняя заинтересованность, а внутри, на самом деле, просто безразличие полное. Плевать. так что, да, никому нет дела. И никто себе не поможет. Ну, точнее, не так. Есть люди, которые помогут. Есть. есть волшебные помощники. Я об этом говорил. Мне, кстати, очень повезло в этом плане. Мне помогали, но я помогал тоже много. Очень тоже много помогал людям. Бесплатно. Бесплатно. И сейчас вот наши ролики, да, это тоже помощь людям. Смотрите. Ролики по психологии, психотерапии. Вот. Кто не может себе позволить персональную консультацию, смотрите ролики. Это тоже, тоже помогает. Конечно, смысл-то консультации в чем? В том, чтобы вы высказались вот в активном слушании, в том, чтобы научиться подходам и инсайты и так далее. Но отчасти ролики выполняют эту роль. Отчасти. Вот вы пишете, что да, это мои мысли, это я вот так здорово исцеляюсь, помогает, мне легче становится, уходит напряжение. понимаю больше, да, и освобождаюсь от депрессии, там, и так далее. Ну вот, тоже работает, тоже работает. вот что я хотел сказать вам. И в следующем ролике обсудим мудрые мысли и процитирую еще. Вот Лиза пишет, Лиза прислала стихотворение Амара Хаяма. Амара Хаяма вот идея кармы, да, тоже здесь идея кармы, между прочим. Хотя Амар Хаям, он же суфи был, да, мусульманин. Вот. Так что, правильно все, правильно. Не зли других и сам не злись. но надо научиться принять. Самое трудное это принимать. Не на грудь принимать, да, а самое трудное это принимать реальность. Потому что, к сожалению, отравлен наш мозг, отравлен. И нас не учили этому, не воспитывали так. Наоборот, воспитывали так, чтобы мы не хотели это все, не умели это все принимать. Вот. Вы давали желаемое за действительное. И от этого мы страдаем. Страдаем от этого. От наших мыслей. Вот. Так что, вот вам образование это, да, к чему приводит. Сейчас ведь все дураки ведь образованные уже. Сейчас, если дурак не образованный, но это как бы полудурок. а вот образованный дурак это уже полный дурак, да. Поэтому, конечно, образованные дураки, вот они что, недовольны тоже. Дурак недоволен всегда, дурак превращает все в ад, в глупость. Вот, мыслями других. вот это образованный дурак, это он и тоже агрессивен, да, потому что у него идеология есть. Вот у меня идеология, и там с другой идеологией я буду враждовать вот это вот обезьяны с дипломом. У нас там эти высшие чиновники, да, есть доктора наук, при этом обычные головорезы, никакого там мышления научного, да, анализа научного, ничего не слышно, только угрозы, только эти, вот, угрозы убийством, все, вот вам доктор наук. Слушайте, ну, так смешно это. Я говорю, у умных людей, мудрых людей, их очень, очень мало, очень мало. Вот я, мне повезло, очень повезло, вот самое, самое большое везение моё, я считаю, вот про одно не буду говорить своё везение, не буду говорить про одно своё везение, почему я себя считаю везучим человеком, а вот второе моё везение, я вам скажу, это встреча с выдающимися людьми, с умнейшими людьми планеты нашей. Вот я, помню, был в гостях в Санкт-Петербурге у востоковеда Владимира Якобсона, вот, мы с ним общались, он мне говорит, вот таких людей, как я, всего 100 человек на планете, которые понимают клинописный язык, вот, представляете, да, 100 человек всего, а остальные не понимают этого ничего даже. Ну, и вообще людей, которые понимают, что от их очень мало, в основном это, конечно, дебильные люди, я, не то, что я, ведь, и вот, и когда он был уже у нас, то я, то вот мы с ним сидели на кухне, это и есть запись, кстати говоря, и вот он говорит, что гениев надо выращивать, выращивать, вот, если нет такой задачи выращивать гениев, то они сами не вырастут, нужно выращивать гениев, а для этого что? Ценности поменять надо с материальных на духовные, интеллектуальное развитие, спокойствие, мудрость, эмпатия, любовь к себе, и так далее, мудрость, наверное, сказал, вот, и выращивать этих гениев, нужно создавать эти условия, поощрять всячески, этого нет, платят за что? Только за работу, за учебу не платят никому, вот, вы захотите учиться, вот, скажете себе, вот, я хочу быть умным, я здесь столько же книг, и я хочу там разбираться в литературе, например, да, научиться анализировать произведения великой великие произведения мировой литературы, да, я хочу это понять, что это такое? Значит, что мне надо делать? Надо читать книги, да, читать книги, с чего начать? Вот, я хочу знать, например, про что такое вот эти вот произведения мировые, в чем их смысл? Мне надо что прочитать, вот эту книгу, да, Эриха Ауэрбаха, Мимисис, как интересно, он пишет, анализирует, причем тут на на нескольких языках пишет, да, значит, что, что я должен тогда понять? Во-первых, у меня должно быть время свободное, раз, во-вторых, желание, ведь свободное время еще не значит, что человек будет развиваться, мы видим вот эти, допустим, дети богатых родителей. Вот был, был такой человек, Витгенштейн, да, философ, он был сыном промышленника, богатого человека, он отказался от наследства, он мог себе позволить не работать, учиться, развиваться, вот стал великим философом, да, жил в маленькой квартире, из мебели, что там был, стол, стул, кровать, все. Ну, а вот эти, а дети богатых родителей сейчас, чем они занимаются? Они прожигают жизнь, прожигают жизнь. Даже имеющие образование хорошее, они же не пошли в науку, не стали учеными великими, не хватает мозгов все равно. Вот, так что их не купишь эти мозги за деньги, да, поэтому куда они идут? В политику идут, в чиновники идут, значит, что мне нужно? В свободное время, раз, да, какая-то материальная база, чтобы была, чтобы я не думал о деньгах, чтобы я мог учиться развиваться. Затем мне нужна ведь мотивация, вот это чувство интеллектуального голода, мои когнитивные способности должны о себе заявлять. затем, вот считая Ауэрбаха, я должен знать не только русский язык, например, вот этот перевод, но и если речь идет о французских произведениях, то знайте французский язык, вот здесь вот по-французски цитаты приводится. Это правильно, да, филолог должен знать несколько языков, вот, на французском языке цитаты, значит, я должен выучить французский язык, ну, конечно, есть переводы, все, но, ну вот, да, и прочитать это все, и понять, и научиться анализировать текст, читать текст вот этому филологическому чтению, да, а если я хочу стать психологом, мне нужно читать книги по психологии замечательные, да, научиться мыслить так, мне еще нужно проработать себя, не просто знаний нахвататься, а себя, измениться самому, трансформироваться, ведь психолог это человек, который помог себе в первую очередь, я знаю психологов, у которых куча проблем психологических, куча, что, но они не работают психологами, получили образование, дипломы, и что толку, а для этого вот время нужно тоже, да, усилия и так далее, а где, надо же выживать в джунглях, правильно, никто за это не будете платить, тебе платят, ты идешь наемным работникам, те платят за то, что ты делаешь, на кого-то работаешь, но если у вас нет своих целей в жизни, вы не думаете о себе, то да, кто-то поставит за вас эти цели, но они будут не в ваших интересах, в интересах других людей, вот мы так и живем, интересами других людей, и отсюда страдания, вот пока не научитесь осознавать свои интересы, не перестанете страдать, вот мои и интересы, они, во-первых, очень светлые, прекрасные, да, замечательные, а во-вторых, то, что я людям предлагаю, им это очень нравится все, их это, ну, те, кто хотят, конечно, развиваться, себя познавать, получать удовольствие от жизни, а не деградировать и страдать, есть и такие, есть выгоды от этого страдания, и деградации, мы, вот об этом тоже у нас будет скоро, мы в Таллиннском психотерапевтическом клубе говорили про обиды, вот, посмотрите, прекрасный ролик, самое, обиды у всех есть, у всех, про обиды надо очень много говорить, очень много, и работать над этим, избавляться, самое трудное, это работа над собой, требует массу времени, если человек работает, но не над собой, а просто, да, где-то, он ведь над собой-то не работает, он просто, ну, как бы, вот, погружается в глухую бессознанку, с этим человеком можно делать все, что угодно, который находится в глухой бессознанке, вот, как Марико пишет, да, тоже, вот, работала на этот род свой, на родственников, зачем, зачем, вот, на себя работать надо, на себя, и на, на добро в мире, надо поддерживать обязательно все, что способствует развитию общества, если это не поддерживать, это общество будет деградировать, вот, государство что делает, что оно поддерживает, вот, оно поддерживает фабрики марионеток, вот, эти школы, да, университеты, невротиков и марионеток, чтобы потом они шли и работали, вот, вместо того, чтобы поддерживать личностное развитие, сейчас вот очень много говорят о психическом здоровье, но, вот, даже пандемия тоже, да, вот, смотрите, ведь можно же было воспользоваться ситуацией этой, да, чтобы, ну, поменять немножко структуру общества, и как-то сделать его более таким справедливым, не было сделано ничего, кое-что, ну, дали людям отдохнуть, дали немножко, но ведь, смотрите, нигде, нигде не сократили рабочие часы, время работы, нигде не сократили, все так же осталось, вот, так что ничему не учатся, ничему, болезни тоже ничему не учатся, они должны были бы научить, нет, кого-то учат, конечно, кого-то учат, но большинство не учат, я вот рад, что я всему учусь, что все меня учат очень хорошо, и я прозреваю, так что я был благодарен всем, всем событиям, ситуациям, в моей жизни это все действительно работало на меня и работает, работает, любая встреча, любая, а теперь я так все чувствую, тонко, хорошо, для меня нет тайн, я вижу людей насквозь, и я все понимаю, как устроено, все, все вот это джунгли, обезьяны, крокодилы, все я это вижу, дикари, так приятно жить, когда ты знаешь, как все, как все устроено, и осознавать при этом свои интересы, и осознавать, что да, ты выжил, ты выжил в джунглях, ты выжил среди вот этого всего, и более того, я еще могу книги читать, я еще могу развиваться, я еще, я могу чувствовать счастье, я могу любить себя, у меня прекрасное настроение, у меня здоровье есть, я его не потерял, я живу, я дышу, я вижу красоту мира, это вообще фантастика, потому что это так круто, здорово. Субтитры сделал DimaTorzok